Январь на дворе Практически пустая набережная Нет туристов Но у меня есть история, которую хочется вам рассказать И на этот раз эмигранты у нас не новички Это супружеская пара из Беларуси Которая живет в Черногории 15 лет И они открыли ресторан Ну мы практически на месте Вот и меню нашего ресторана Тулип Открыли ребята его совсем недавно В декабре 22 года Я думаю, что зимой ресторанный бизнес в Черногории Открывать нелегко Узнаем секреты Что, как, почему и за сколько У Олега и Светланы Олег, спасибо, что пригласили Расскажите Вы все-таки у нас эмигрант опытный Сколько лет? 15, да? Мы в Черногории живем уже почти 16 лет 16? Но я знаю, у вас был опыт до этого Да, да Мы жили и в другой стране А почему поменяли страны? Из-за климата Да? Да Климат там суровый Холодный Дождливый А там тоже был ресторан у вас? Нет Я там работал И в ресторане тоже А кем были? Я начинал как мойщик посуды Затем стал помощником повара Затем был официантом и барменом То есть я прошел практически все полностью В ресторане И как пришел к вам момент? Как вы на карте, на глобусе выбираете маленькую страну? Я в Черногории выбрал А это еще была Югославия, подождите Объявили, что прошел референдум И эта страна, которая называлась Сербия и Черногория Уже в последнее время Тогда последнее, после разделения Югославии Да Отделилась Черногория от Сербии Я говорю, супруге, вот смотри, новая страна Да Новые возможности Новые возможности Да, я никогда там не был Она связала, посмотрела И сказала, что, ну, есть минусы, но есть и большие плюсы А какие она плюсы у людей? Она увидела хорошую погоду Ну, хорошую природу Красивый берег Это же все было маленькое, очень низкое Красивые крыши, черепичные Тогда не было многоэтажек, как сегодня Да, то есть в это, конечно, она влюбилась Олег, конечно, увлечен своим рестораном Особенно меня впечатлили здесь стулья Расскажите, почему они разные? Откуда вы их взяли? Все стулья я выбирал и возил из Голландии Ну, почему из Голландии? Потому что, ну, она мне очень знакома страна И я там часто бываю Вот, эти все стулья были куплены по интернету Они действительно старые Ни на рынках, ни в магазине? Нет, нет, через интернет у людей Люди выставляют, значит, на интернет Сколько примерно такой стуль стоит, если не секрет? Ну, в районе 100 евро 100 евро? Старый стуль? Да, да, ну, у них ценность такая Они не знают их ценности А какой это самый дорогой стул в этом помещении? Самый дорогой, вот, наверное А ну, покажите А он самый простой, мне кажется Он самый простой, да Но он имеет инкрустацию Вот розетку, как у нас В церквях В церквях используется, да То есть, попы монахи на вас заработали? Да Чем вы тогда занимались до сегодняшнего дня До открытия ресторана эти 15 лет в Чернобыле? Да, у нас и сейчас работает фирма рекламное агентство Мы занимались наружной рекламой Но вы на этом заработали? Да, да, да Хорошо Это обычно бывает по-другому Нет, ну, у нас мы развивались От 7 билбордов дошли, там, почти до 37 Я смотрю, высоток в Рафаиловиче настроили на набережной Целую кучу И у каждой, вы видите, на террасе есть кафешечка Это что значит? Нашим сегодняшним героям будет непросто развивать свой бизнес Помимо заведений уже распиаренных, старых Здесь появились конкуренты и новые А вот как заманить к себе и туриста летом И релаканты, живущие в округлый год А еще и черногорцы, которые не любят ходить к иностранцам в ресторан Это будет интересно узнать Света, здравствуйте Свет, ну скажите Все-таки на средиземноморскую кухню Больше пойдут туристы и наши эмигранты русскоговорящие А черногорцы заходят ли к вам в кафе? Да, заходят Что едят? Чевапчичей нет, плесковицы нет, тачи нет Приходится говорить, что у нас нет чувапчичей И они распорачиваются, нет? Нет, они садятся, начинают с кофе А что про кофе говорят? Им нравится? Нравится Вкусно Я попросила добавить миндаль Честно сказать, в Черногории есть огромная проблема с кофе Он некачественный, невкусный, пережаренный, горький какой-то Но здесь мне очень-очень нравится Почему черногорцы пьют плохой, некачественный кофе? Они так привыкли, я у них спрашиваю тоже Я всегда у них спрашиваю, какой вы кофе любите Потому что это же наши тоже посетители, наши гости И они говорят, мы любим, чтобы было горьким Горьким, нравится? Да, с добавлением робуста Робуста все А добавление робуста дает горькость и пену, которую они любят И вот почему весь кофе такой А может быть, они просто мало путешествуют, не видели, как бывает Хотя кто-то в Италию ездит Нет, ездят, они в Италию, в Испанию Да они не понимают, что бывает по-другому Что бывает по-другому Но масляная масса, которая у нас здесь находится Та, которая не понимает Они все равно пьют свой горький кофе С пеной Вот, так они привыкли И они тяжело меняются Поговорим про меню Я еще у вас не ела ничего Хочется что-то выбрать Вот подскажите, на чем сделан акцент в меню И что ваше фирменное блюдо? У нас очень много блюд Из рыбы, салаты, сибаскред в веточном соусе Дораза с соусом теряки То есть, ну, у нас как бы интересная подача рыбы Необычно, потому что черногорцы на гриле с двух сторон пожарят Чесночком посыпят Это и то, и то, как говорят Первым делом я заказала салат с осьминогом Этот морепродукт для меня номер один в Черногории А вовсе не креветка, как привыкли вы Мягкий, нежный, абсолютно не резиновый Ну, и с авокадо и салатом, с чебатой, с маслом Это очень вкусно Смотрю, вы сюда поставили и черногорский паршют, и сыры местные, и оливки домашние Все-таки местную кухню тоже Конечно, да, потому что Черногория это тоже Средиземноморье У вас очень вкусное мороженое итальянское Я пробовала, это фантастика Обязательно мороженое сюда А вы успели за эти 15 лет с супругой ассимилироваться в Черногории? Потому что у меня это не сильно получилось Друзей среди местных практически нет Только по работе общаясь А у вас есть друзья, к кому вы на славу ходите? Да, есть Мы ходим к соседям на славу А что-нибудь из нашей кухни они полюбили, черногорцы? Вы сумели их приучить или нет? Ну, им очень нравятся шашлыки Вот мято, рожнище, да? Рожнище, да Они признают, что наши вкуснее, чем мясо на гриле И сочно Сочно Сверху корочка, внутри сок Это же надо уметь Ну, так, чтобы так сделать Почему имена Рафаиловича, набережная, первая линия? Почему не Будва, к примеру, не Котр, Циват? Да, ну, первая линия в Будве сложно купить И это очень дорого купить Это в основном большие помещения А здесь дешевле было, да? Здесь маленькое помещение Это небольшое помещение Двухэтажное, можно сказать Да, вот И оно небольшим И поэтому с ним немножко легче И финансово, чтобы его купить Да, все-таки это первая линия Она всегда дорого стоит Скажите, ну вот, перед открытием ресторана Вы как с мужем все-таки рассчитывали? На черногорцев не рассчитывали, как на основного вашего клиента? Да Понимали, что... Да, понимали, да Понимали, да Что больше туристов, это набережная, проходное место, да? Свет, скажите, вы занимаетесь персоналом, правильно? Меню, продуктами, закупкой А как удержать персонал? Ладно найти Да А как его удержать? Тем более сейчас зимой Только зарплата или как еще? Зарплата Хорошая зарплата Хорошим отношением Угу Да Мы себя называем семейным рестораном Вот Вы хоть не вместе живете, нет? Нет, мы не живем вместе Но хочется чувствовать теплоту дома Чтобы она и в ресторане была Потрясающий вид у вас, конечно, отсюда на море Это два острова Остров святого Стефана и остров святого Николая У вас очень много дерева, что привлекает, я думаю, любого человека Оно и дает тепло, такую домашнюю атмосферу Но дерево необычное Не как вот у местных заведений, да? Просто стол такой обычный, да, и лавка Нет, тут прям... Я даже делал дубовую столешницу специально Это дуб? Заказывал в Голландии, да Они мне там делали В Черногории дуб есть, почему? Голландия опять Потому что здесь они не знают, как его высушить до конца И начинает проблемы Он еще может его нагнуть Потому что он такой... Это капризное дерево Оно должно быть хорошо высушенное Тогда оно хорошо себя ведет И мне говорят, вот разольется вино И будет видно, потому что он попьет Надо пластиковое Я говорю, нет, моему стилю это будет мешать Где вы взяли вот эти вот ножки для столов? Все через интернет покупала Тоже в Голландии? Все в Голландии, да А уникальный интерьер действительно такой европейский Даже мне чуть-чуть азиатский напоминает Потому что все эти вентиляторы, эти старые стулья Я это видела где-то в Азии Ну и вопрос, который, наверное, будут вам задавать все, кто сюда зайдет Почему не белорусская кухня? Вы же белорусы! Где драник, Олег? Ну да, все-таки будет сложно на море, в Черногории продавать белорусскую кухню Это вы так думаете? Да, ну мне так кажется Может быть, я ошибаюсь Может, время пока Да Придем через год и пройдем Да Окупаемость этого бизнеса какая? Через сколько лет вы понимаете, что вы выйдете к интересной вам цифре? Мы еще работаем только месяц И это самый сложный месяц в Черногории, январь Январь вообще, январь Как вы открылись зимой? Да И перед нами стоит еще один сложный месяц, февраль Вот И я пока не могу никак о прибылях сказать, потому что я вряд ли получаю прибыли Не, ну понятно, я не про январь и февраль говорю Вы все равно делали какой-то расчет Анализ Анализ Да Да, но в любом случае анализ показывает то, что это прибыльный бизнес Это не убыточный бизнес А когда пандемия случилась? Вы не испугались этого? Два года все закидывали? Нет, я сказал, смотри, Бог нас не открыл Ааа, точно, а то бы у вас были убытки Да, так бы У вас карма хорошая опять ведет Скорее всего, да, нас ведет кто-то сверху, Бог нас ведет Стоп, стоп, это точно Поэтому все у нас случается не просто так И все это приходит само постепенно Обычно в первый год эмиграции человек хочет сразу вложить куда-то деньги Открыть серьезное дело И приходят первых пять идей Ну, в Черногории, по крайней мере Первая – это аренда машин Очень легкая, понятная идея На каждом углу турист спрашивает машину Вторая – это, наверное, салон красоты Третья – это отель Какой-нибудь маленький отельчик на берегу моря Четвертая – аренда яхт Ну и, конечно же, пятая Но не с конца – это ресторан У меня к ресторанному бизнесу критическое такое отношение К иностранцам черногорцы практически не ходят Они ходят только к своим, к понятным владельцам, к понятным официантам Поэтому иностранцу раскрутить ресторан, кафе намного тяжелее Знаете, у меня всегда было к ресторанному бизнесу в Черногории Ну, такое себе немножко негативное отношение Я в него не верила Как вы, живя столько много лет, увидели в этом прибыль? Позитив, а не мой негатив, который видела я Я, кстати, такого же мнения, как и вы Да? У меня, когда приезжали мои знакомые-друзья Подговаривали, да? Да, и говорили, здесь поле не пахло Или суши не хватает Да, здесь ничего нет Здесь нет такси, здесь нет там… Убера нет Убера, здесь этого ничего нет Но мы-то понимаем, что здесь работать будет, что не будет работать Только потому что здесь, понимаешь, как это будет работать Или же это убыточный проект уже сразу же Вот, и я многим говорю, вы это не сможете Ну, и мне кажется, вы выбрали очень правильную кухню средиземноморских Которую любят абсолютно все в мире И японцы, и русские, и китайцы, я не знаю, черногорцы Все же едят средиземноморские Все, все спрашивают, да То есть я даже сделал анализ для себя Я захожу в ресторан и спрашиваю Что у вас больше всего продается? Они мне говорят, это продается осьминог Продается рыба Это моё самое любимое блюдо Да А какой осьминог? Салат осьминога там Осьминог там на грибе Вот Ну, вот поэтому я и понял, что… Классно Да, нам на первой линии моря Надо, чтобы были морепродукты Ничего в течении Ничего в течении, ни гамбургеры Хотя это тоже хороший проект Почему нет? Ну, это просто другие Чуть-чуть подальше от моря надо В городу, да, повыше Да Я часто слышу вопрос от новых людей Саша, посоветуй ресторан в Будве И у меня ступор сразу в голове Потому что я не люблю рестораны в Будве От слова Совсем Мне не нравится ни один А вот в Рафаиловиче и лапсты получше Да История Не, я думаю, что нет Не переломится, да? Я думаю, что пока нет Потому что Будва не резиновая Нет А Рафаиловичи отстраиваются потихонечку Отстраиваются Да, здесь конкуренция немножко Здесь надо конкурировать Здесь надо становиться лучшим Вот, поэтому рестораны будут стараться Здесь Миттенбургер открылся, да? Мы открылись То есть люди стараются что-то лучшее сделать Что-то другое Я когда хочу пообедать Поужинать с мужем, с друзьями, с мамой Кто приезжает Я еду в Рафаилович Я не ем в Будве вообще Еще мне очень нравится этот вентилятор А он работает? Да Я сейчас включу Он тоже из Голландии, представляете? Вот этот домашний, индустриальный Они сыграли вот одну дизельбу Слева туалета Австро-венгерский старый кирпич Вы посмотрите на эту старину Это настоящий Сколько ему лет? Как думаете? Да, ну очень много Лет 200, наверное, да? Когда мы его резали Мы его резали тонко по плиткам Потому что, чтобы у нас не было толщины большой Он резался просто как масло У меня ощущение, что вы себе дачу любимую построили Потому что это на ресторан уже мало похоже Я точно родил ребенка Ребенка родили Да, вот это Под названием тулип Жена не ревнует к ресторану? Нет, она вот вместе с нами Олег, скажите, а как вы искали поставщиков? Кто-то с вами делился информацией? Да, вы знаете Все ближайшие к нам рестораны Они все с удовольствием давали поставщиков Не было секретов? Никаких секретов То есть все говорят Вы приходите, если что надо Вам поможем, расскажем Где посуду купить? Не знаю, мелочи какие-нибудь Да, посуду мы заказывали на фирме Которая занимается доставкой посуды Хорошо, а что из еды? Какое блюдо заказали чаще всего? Ну, прям неожиданность какая-то была Может, закуска? Я знаю точно напиток, который у нас не заказывают А какую не заказывают? Это водку А почему? Вообще не заказывают Да, ни одного раза Вот за месяц Вот, да А что у нас заказывают? А у вас закуски под водку нет, наверное? Ну, скорее всего, да Вот, видите? А вот борща бы предложили Сто процентов бы заказали Или погода не была холодная еще Да, у нас была очень теплая зима По этому не до водки людям Значит, водку убирайте из меня Да, это мы убираем Очень хорошо брускетты заказывают Да Тартары с говядиной Ну, пицца это, как бы, да То есть люди, гуляя по набережной Чувствуют небольшой голод И хотят что-то немного перегусить Брускетты, да Тартары с говядиной Тартары с ебасой Спагетти всем очень нравится То, что мы делаем сами Домашние, совершенно Домашние, да И поэтому очень интересно Когда, говорю, с белыми грибами Как по мне Средиземноморская кухня Вино – это две неразрывные вещи Абсолютно неразрывные Какое вино пьете вы? Я пью свое домашнее вино А почему вы предлагаете другое? Ну, потому что В ресторане нельзя продавать домашнее вино Нет Ух ты, а почему я знаю, какие продают? Ну, это мы уже говорили про это, да Про эти темы Вот А люди, какое больше вино заказывают? Черногорское или другое? Заказывают итальянское вино Заказывают сербское вино Александрович очень хорошо продается Александрович мы сами любим Да Вот Ну и пиво домашнее тоже Никшичка пива Ну, Никшичка, да Отдельно есть детское меню Ух ты, точно детское есть Да, вот Поэтому Четыре позиции Для детей Можно выбрать что-то Олег, а для посетителя это играет роль, что у вас такой креативный дизайн Они похожи на простые черногорские ганобы Они это замечают? Да, наши посетители все время приходят и говорят У вас очень тепло и душевно То есть они чувствуют душу То есть моя душа, которую я вкладывал сюда 4 года Да, они это видят Они говорят, мы здесь чувствуем душу Нам здесь тепло, нам здесь хорошо Да, мы сейчас с вами сидим в ресторане в январе Картинка летом будет иная Вы будете радоваться большому количеству гостей Хорошим чекам Но потом снова придет зима Она вас будет расстраивать, наверное Скажите, как просчитать ресторатору Вот эту вот сезонность Тут прибыль, тут убыль И не расстраиваться зимой Я думаю, что мы Не закрываться Да Мы не хотим закрываться Мы будем работать, в любом случае, круглый год Это редкость для меня Я думаю, что мы просто делаем ставку на качество Мы будем делать так, чтобы люди, которые здесь у нас живут Которые не туристы Которые постоянные жители Чемногории Чтобы они к нам приходили из-за нашего качества Олег, ну и последний вопрос у меня будет на сегодняшний день Какой совет, а может и три совета дадите будущему эмигранту Ресторатору Кто захочет открыть подобный бизнес именно в Черногории? Ну, я пожелаю успехов ему А совет какой-нибудь? Да, совет Ну, набраться терпения Полаков все делать, да? Да, может быть, пожить немножко Осмотреться Не сразу вступать в этот бой Да, не сразу понимать, что чего здесь не хватает А сколько взять паузу по времени? Я думаю, год достаточно прожить Надо все сезоны И летний сезон, и зимний сезон Чтобы увидеть, сколько зимой летом Сколько людей зимой, сколько летом Оценить это Ходить, как вы, по всем ресторанам Пробовать кухню Обязательно ходить Пить кофе Ходить, посмотреть Куда люди приходят больше В какие места Какие меньше Вот, то есть И можно пробовать, да? Почему нет? Олег, я желаю вам процветания С вашей супругой Вашему ресторану У вас прекрасное начинание Я надеюсь Спасибо Что летом ресторан расцветет еще краше И мы обязательно к вам вернемся Спасибо большое Спасибо, что пришли Ну что, по Тирноморской традиции Живели Живели Редактор субтитров А.Семкин